Всем привет! Вы на канале SEO Quick и сегодня я хочу поговорить про то, как делать технический аудит сайта самому, в частности, как пользоваться программами, которые позволяют сделать это быстро и без каких-либо сложностей. И, конечно же, здесь приходит на ум одна программа, которую знает, наверное, любой владелец сайта, она называется Screaming Frog. Что это за программа? Давайте вместе разберемся, зачем она нужна и почему она должна стоять у каждого. Итак, давайте разберем, что такое Screaming Frog и что про него пишут в сети. Я в сети решил вбить обзор программы Screaming Frog и посмотреть сайты, которые там есть. И что же я увидел? Я увидел, что по обзору Screaming Frog находятся в топе несколько сайтов, Ашманом, Pixel Plus, какая-то SEO Академия и дальше, в принципе, в толком-то контента нет. Есть еще аналоги, самые сочные функции на MaxiNet, какие-то обзоры, которые уже, как говорится, не едят. Неплохо держится ролик, действительно, в SEO без воды по этой теме, но его один минус, все-таки этот ролик, возможно, немножечко устарел. Все-таки он 17-го года и новый явно в топ не выходил. Поэтому давайте мы специально запишем это видео, для того, чтобы рассказать, что такое Screaming Frog новичку, который хочет знать, но и расскажем пару прошлых трюков, как пользоваться ним действительно полноценно. Итак, если вы посмотрите обзоры, которые существуют в Screaming Frog, они достаточно пустые. Обзор здесь достаточно пустой, здесь более полный обзор, который рассказывает, что делает каждая вкладка. На самом деле, но на самом деле здесь не так-то много и контента. Здесь просто скрин и короткое описание его. Третья статья, которая содержит чуть-чуть больше контента, рассказывает, что можно через него сканировать сайты, какие у него есть ключевые показатели и все. Собственно, официальный сайт Screaming Frog, то есть если мы перейдем на официальный сайт Screaming Frog, позволяет нам эту программу скачать. Вы ее можете, конечно же, скачать, и она бесплатна. И если вы ее скачаете, она весит около полгига. Мы уже ее скачали, поставили, и она позволяет анализировать сайты до определенного количества страниц. Полная версия же, конечно же, стоит определенных денег и, конечно же, должна быть установлена у настоящего SEO-специалиста. Как вы видите, лимит SEO-спайдера – это 500 URL в бесплатной версии. Ну и, конечно же, полная версия стоит, ну, довольно-таки приличных денег, но для одного опытного SEO-шника эти деньги на самом деле очень мизерные. А хребт стоит в 10 раз дороже. А Screaming Frog вы для аудита сайта будете пользоваться намного чаще. Ну и, конечно же, давайте разберем функционал Screaming Frog. И, конечно же, Screaming Frog – это достаточно такая большая программа, которая позволяет вводить достаточно много информации. Вот мы сейчас выведем рабочую область для вас и будем с ней работать. В первую очередь, Screaming Frog поддерживает несколько вариантов сканирования. Про это не написано ни в одном блоге, и он умеет действительно искать по-разному. Первый вариант поиска, конечно же, это когда вы вбиваете ссылку на сайт, и он ее ищет. Вы можете вбить любую ссылку, и он запустит сканирование всего сайта. Он будет сканировать вот так вот весь сайт от начала до конца, и пройдется по всем страницам, как паук. Он ходит по каждой внутренней ссылке, переходя еще дальше, еще дальше и еще дальше. Позволяет выловить кучу Nordic ссылок, кучу ссылок, ведущих в никуда. Этот принцип сканирования считается приоритетным, и он действительно приоритетен, если вам нужно проанализировать весь сайт. Но он может привести к определенным проблемам. При сканировании сайта с поврежденными JavaScript'ами, при сканировании сайта с кривой настроенной погенацией, тоже связанной со скриптами, он может уйти в бесконечный цикл генерирования вот этих страниц, которых не существует. В этом плане этот метод будет не очень удобен для полноценного проведения технического аудита. Но этот метод используется всегда для полноценного сканирования сайта. Мы сейчас остановим сканирование, и я покажу, что сканирование можно в любой момент открыть, уже сохраненное. Вы можете открыть просто предыдущий проект, который, допустим, вы делали, и, конечно же, попросту его загрузить. К сожалению, у меня сейчас загруженных проектов нет, но, допустим, если мы сейчас возьмем, сохраним наш проект SeoQuick, поработав с ним, допустим, мы его остановим и возьмем его, сохраним, то он сохранится сразу в нашу папочку, и в любой момент мы можем его открыть. Это очень важно, когда вы передаете проекты KeyCollector, допустим, из одной машины на другую, и, конечно же, так удобнее с ними работать. Второй метод сканирования, все они переключаются здесь, называется метод List. И метод List сканирования позволяет вам загрузить списки, как говорится, ваших вариантов ссылок. И вы можете загрузить их по-разному. Вы можете загрузить из файла, введенный вручную, либо вставленный, либо через сайт-мэп. И здесь действительно интересно, вы можете вбить ссылочку на ваш сайт-мэп и просканировать сам сайт-мэп. И это позволяет, в принципе, сканировать так вот сайты на, допустим, ошибки, но проиндексированных страницах. Вот он обнаружил, что на сайте 98 сайт-мэпов. И сканирует каждый из них. Это очень удобно, особенно если вы пытаетесь сканировать огромный интернет-магазин, и вам не нужно пустышки страниц, которые могут попадать при сканировании, пустая информация, которая может попадать при сканировании. И вы просто сканируете сайт-мэпы, и сайт-мэпы попросту проходятся поэтапно. И индексируете только те страницы, которые нужно действительно индексировать, а не что попало. В этом плане, конечно, очень удобно использовать сканирование по сайт-мэпам и пройтись его до конца. Другие методы, когда вы вставляете режим вставки файла, вставки списка страниц и URL, они более простые и понятные, но сейчас я тоже об этом расскажу и покажу. Например, вот мы можем вот так вот вставить в список ссылок на страницы, которые нам нужны. И, конечно же, мы можем зайти, допустим, вот в наш контент-план, например. И с нашего контент-плана, вот мы возьмем сейчас все залитые нами статьи. И, конечно же, вот возьмем все наши залитые статьи на SEO-квике. Вот они, наши статейки. И возьмем все наши URL-ы наших статей. И, конечно же, добавим сейчас через буфер обмена. Вот оно их распознало и начинает сканировать все странички, которые были в списке. Он собирает всю информацию по ним и, конечно же, сразу позволяет выявить, где какие страницы, битые, не битые. Вон даже выбилась одна, явно с какой-то ошибкой, которая куда-то редиректит. Тоже очень интересно, почему они есть такие. То есть, мы можем увидеть, что, как говорится, две странички есть с редиректом. А теперь давайте разберемся с рабочей областью. Со сканированием мы разобрались, переходим к рабочей области. А теперь перейдем непосредственно к разбору внутреннего интерфейса Screaming Frog. И давайте пройдем по пунктам. Коротко, где кроются основные элементы. В разделе файл, само собой, можете настроить, сохранить свой проект и тому подобное. И посмотреть, кого вы там краулили до этого. В этом плане, конечно, удобная навигация, привычная со всех приложений Windows. Да, он подлагивает, потому что довольно-таки парад больших. Самое вкусное кроется в разделе мод. Здесь мы выбираете тип сканирования. Спайдер лист или с файла серп, с файла выдачи. По поводу него, я думаю, мы посвятим внимание, скорее всего, какому-нибудь подкасте, потому что мы ним редко пользуемся. Configuration. Здесь настраивается вся информация относительно CDN, сайта, как эксклюзить, как делать, каким юзер-эджентом настраивать и какой API подключить. API многие забывают подключать. На самом деле мы рекомендуем подключать обязательно. API PageSpeed можно подключать для того, чтобы делать запросы по PageSpeed. Google Analytics и Google Search Console. При добавлении API вы добавляете свой аккаунт, выбираете те данные, которые нужно учитывать для запроса и подтягиваться. Если вы подключили API, появляется соответствующая колоночка. И таким образом, после того, как вы подключили API, вы можете собрать все данные по API, request API Data и подтянуть всю информацию. Подтянуть можно Google Analytics и, собственно, Google Webmaster. К сожалению, Яндекс.Метрики оно никак не тянет, в этом плане немножко не совсем удобно. Но можно много чего увидеть. Например, если вы зайдете, например, в микроразметку, вы можете увидеть все роры, все ворнинги, которые есть у вас, допустим, тоже по микроразметке, по всему сайту. И заодно посмотреть, какую информацию он выдает. Точно так же можно посмотреть информацию по большинству ошибок по тегам. То, что, в принципе, можно увидеть. Ну, давайте немножко перейдем по пунктам, что можно увидеть. Раздел Internal отвечает за внутренние ссылки, внутренний контент. И в разделе Internal можно отфильтровать всю информацию, которая вас нужна. Если интересует вас только HTML, или вас интересуют JavaScript на ресурсе, или же вас интересуют CSS, изображения, или даже PDF-файлы. Забавно, да, что можно даже и в PDF-ке посмотреть Flash-контент и имиджи. Само собой, нас интересует HTML. Посмотрим пока на HTML. Вот. Здесь вы можете увидеть все страницы, которые есть у вас на сайте. И отсортировать, допустим, найти даже страницы, которые имеют битый ответ и не имеют ответа. То есть, по факту, есть страницы, у которых нет редиректа. И это можно действительно увидеть и сразу же выдать отчет. Можно увидеть, допустим, какие страницы имеют 302-й редирект, что тоже довольно-таки интересно. Почему? Потому что на самом деле это ссылки на mp3-файлы скачивания. Хотя на самом деле эти ссылочки должны быть, конечно же, закрыты. Ну, и, соответственно, очень много 301-й редиректов. Что нужно делать с ними? Их нужно заменять на 200-й ответы. Сразу можно отсортировать все страницы, которые имеют, допустим, 301-й ответ, отправить их, условно говоря, на работу и проверить их непосредственно работу. То есть, и, соответственно, можно посмотреть, на каких страницах они встречаются, на каких страницах они отсутствуют. То есть, мы можем выбрать все 301-е редиректы и на какой странице ведут, с какой страницы они на какую страницу ведут. И вы можете увидеть, с какой страницы можно попасть на ту или иную страницу. готовый отчет можно конечно же скачать и допустим вот мы его сохраним сейчас сразу и вот он у нас в загрузках in linux соответственно вы можете увидеть на какой странице найдена ошибка на какую страницу она ведет какой анкор в частности то есть можно легко отсортировать допустим вы можете отсортировать как конкретно по какой странице вот например вот на какой странице искать какой контент или же наоборот допустим отсортировать все страницы по алфавиту и допустим вы увидите что есть три страницы которые ведут не туда и вот эти анкоры передать на переработку почему Ну, потому что они действительно ведут на 301 страницы, которые были со временем за годы удалены, и, соответственно, их нужно исправить. Как вы видите, очень просто навести порядок в контенте при помощи Screaming Frog, отсортировав те страницы, которые были каким-то образом изменены, удалены. И вы можете сразу, найдя нужную страницу, перейти, найти нужный анкор. Вот у вас, слава богу, есть текст анкора. И вы можете по этому тексту анкора, конечно же, найти нужную страничку и удалить ее. Возвращаемся к Screaming Frog и идем дальше. То же самое касается 404. Вот вы спрашиваете, где их искать? Вот где, где, где. Выбираете здесь внизу InLinks и смотрите, на какой странице она присутствует, на какую страницу она ведет. Соответственно, вот страница, где обнаружены ошибки, на какую страницу они ведут. Соответственно, вы берете, скачиваете результат и здесь называете, допустим, 404 InLinks. И сохраняете себе Excel, результатик, где у вас есть 404 ошибки. Что по поводу External. У вас на сайте может быть огромное количество внешних ссылок. И многие из них могут быть битыми. И их тоже нужно исправлять. Дающие 404, либо 403 ответ страницы, конечно же, это плохой вариант, с которыми нужно, конечно же, бороться. И мы берем, скачиваем 404 страницы. Только у нас это получается тоже InLinks, 404 External. И сохраняем вот таким образом результат. Это ссылки, которые ведут куда-то в сторону, и они биты. Это на внешнем источнике. Помните, битые ссылки это плохо для вашего ресурса. Даже у нас они тоже есть. Точно так же касательно 302, 301 редиректа. Если вы ссылаетесь на что-то, что закончилось, что ушло. Например, вот есть страничка заработок в интернете. И вот она куда-то ведет. И ведет в никуда. То есть, соответственно, нужно эти все странички убирать, закрывать. И ставить ту самую страничку, куда она реально ведет. То есть, вот, например, вот мы попадаем на Save Video сайт. Он ведет 301 редиректом. Мы его можем скопировать и проверить, куда он в данный момент ведет. А у него, скорее всего, просто сломался HTTPS. То есть, вы всю эту информацию можете легко выловить просто в Screaming Frog'е, сканируя сайт свой каждый раз. Соответственно, Responsive Codes здесь для удобства отсортированы все страницы по ответу. Но, соответственно, здесь все отсортировано. И картинки, и тому подобное. Самый простой способ найти битые картинки. Заходим в Responsive Codes. Выбираем 400 client error. И, конечно же, смотрим, что у нас есть, допустим, клиент-эроры из битого. То есть, соответственно, мы видим здесь все страницы, которые ведут в никуда бит. И сразу же сканируем. Как мы видим, у нас картинок немного, поэтому мы можем, конечно же, здесь посмотреть Image Details. А здесь у нас нет картинок. Нет, одна все-таки картиночка есть. Вот у нас есть картиночка, которая битая. Она сломана. Вот из всех 400 страниц мы нашли одну битую картинку. Как мы видим, все очень просто. Если же мы здесь выберем, допустим, Images, мы можем точно так же здесь по статус-коду поискать картинки, которые находятся. Как мы видим, у нас на сайте битых картинок нет. Все отдают нормальный 200-й ответ. И, соответственно, работает. То есть, что касается JavaScript. JavaScript желательно, чтобы отдавали 200-й ответ, потому что редиректы на JavaScript это вообще ненормально. И едем дальше. Следующее, на что вам нужно обращать внимание, это на информацию по URL. И здесь действительно есть ряд ошибок, которые никто не обращает внимания. Первая ошибка это Non-ASCII Charactery. Это символы, которые не входят в кодировку ASCII. Ну, соответственно, Google понимает хорошо только транслитерацию, хорошо понимает латинский язык, поэтому это ошибка. Русские буквы кириллицу он не любит. Второй момент это Underscore. Underscore это нижнее подчеркивание. У нас на сайте этой ошибки нет, как вы видите. Но у многих сайтов она есть. Следующая ошибка, которую можно отловить сразу, это Uppercase. Это верхний знак. Параметры. Ссылки, которые имеют параметры. И, конечно же, более самые длинные URL. Чем URL длиннее, тем для поисковика это сложнее. И длинные URL на самом деле это проблема поисковика. У нас длинные URL имеют в основном подкасты, которые в принципе мы не продвигаем. Как вы видите, ни одной страницы, ни двух сотого ответа. Причина, мы не продвигаем подкасты. Именно сами mp3 файлы этих подкастов. Едем дальше. Page title. Здесь вы можете посмотреть анализ всех ваших тайтлов. И здесь можно отсортировать тайтлы по длине, по пикселям длине. И, соответственно, с этим можно работать. Вы знаете верхнюю границу, нижнюю границу. И можете спокойно работать сразу с теми тайтлами, которые длину перебрали. И являются действительно длинными. Метод description. Здесь понятно, все касается description. Ничего не меняется, но можно выловить страницы, где description попросту нет. И, конечно же, можно его прописать. Дать задачу прописать эти description. И, например, здесь у нас можно посмотреть сниппеты для отдельных страниц. Можно посмотреть, как он выглядит. Допустим, конкретная страничка, как конкретный сниппет. То есть это очень удобно. Это вы получаете возможность, конечно, если вы подключите все API и будете все видеть. Это очень удобно. Вы можете смотреть на мобайле, на десктопе, как выглядит, на планшете, как выглядит ваш сниппет. Это недавняя разработка, про которую мало кто знает. И я бы обратил внимание действительно на то, как выглядит ваш тайтл, как выглядит ваш description у поисковика. И это действительно полезно, потому что многие про этот трюк не знают. Вы заходите в метод title, метод description и смотрите, конечно же, сразу выдачу, как выглядит. В это нужно нажимать serve snippet. Также можно посмотреть rendered page, выбирая страницу, но нужно включить JavaScript. То есть нужно, соответственно, разрешить JavaScript и для того, чтобы он генерировал картинку. Я постараюсь, конечно, во время записи видео это настроить, но у меня, честно говоря, не получалось. Если у вас получилось это настроить, напишите в комментариях, как вы это сделали. Следующая информация – это поиск дубликейт контента. Если вы ищете информацию, у нас просто дублик контента нет, оно ищет дублик контента по сайту. Также, на что бы я обратил внимание, можно посмотреть на страничку на view source. Ага, это точно так же касается этого всего функционала. И grammar – это тоже через подключаемые API. То есть на самом деле, чем вы будете, скорее всего, пользоваться? Serp snippet, duplicate details, ресурсы – это что входит в состав страницы. Условно говоря, картинки, скрипты, которые к ней подтянуты. Информация о безображениях, какие есть на данной странице изображения. Вы можете с удовольствием их сразу посмотреть. И, например, посмотреть alt-теги, стоят ли у всех этих изображений или нет. То есть, например, вот здесь картинки, у них alt-тегов нет. Соответственно, говорится, есть над чем поработать. То есть, нижнее поле, на самом деле, в скриминфроге игнорируется реально многими, даже опытными SEOшниками. Вот. Outlinks – это исходящие ссылки. Например, вы выбираете любую статью и ищете ссылочки, которые исходят из этой страницы. То есть, вот они, from – это та страница, на которой я сейчас нахожусь, ту, на которой страницу она ведет. И вы можете, допустим, найти те страницы, у которых исходящие ссылки достаточно слабенькие. То есть, или даже есть мусорные, и можно их отсеять и таким образом поработать с ними. Можно найти сразу исходящие битые ссылки и исправить их сразу на странице. Немножко неудобный метод, потому что я показал более простой. Ну и, конечно, in-link, да, само собой, in-link – это входящие ссылки на эту страницу. Вот я нахожусь на Individual Content Marketing и смотрю, сколько страниц на нее ссылается. Таким образом, можно найти страницы, на которые входит минимальное количество ссылок. И, конечно же, выловить эти страницы для того, чтобы, с чем заняться, конечно же, перелинковкой. Вот. И, конечно же, я обращаю внимание, что здесь существует еще много других отчетов. И сейчас мы перейдем к ним последовательно. H1 и H2 позволяют проанализировать заголовки. H1 и H2. H1, понятно, это главный заголовок. H2 – это заголовки под уровнем. Как говорил Джан Мюллер, H1 может быть на самом деле много. Но мы рекомендуем все-таки придерживаться и делать только H1, всего лишь один. Как вы видите, Screaming Frog понимает и несколько вариантов H1. Он специально помечает, это первый H1. Потом может быть второй H1, может быть третий H1. У нас на сайте всего один H1 для каждых страниц. Кое-где H1 нет. Это можно заметить, например, для ряда страниц у нас H1 отсутствует. Причина – это страница погенаций, которая осталась до сих пор в скриминге. Где-то на нее до сих пор можно попасть. И, конечно же, наша цель – найти, с каких страниц на нее можно попасть. До сих пор в странице портфолио она есть. Надо от нее избавляться. Там мы до сих пор не сделали подгрузку. Вот она и видна. Но эти странички закрыты от индексации. Поэтому нам все равно. Смотрим. Мы видим, на всех страницах у нас есть прописанный H1. Мы знаем рекомендации H1 по длине. И для страниц, где H1 слишком длинный, да, конечно же, неплохо было бы его переработать. Имиджи. Что с имиджами? В первую очередь нас интересуют имиджи, которые больше 100 килобайт. Все имиджи, которые больше 100 килобайт, на самом деле, это тяжелые изображения. И с ними нужно работать. Что классно, я нажал на картинку на сайте. И вижу сразу на тех страницах, на которых она есть. То есть, чья страница она действительно затрагивает. И эти страницы действительно нужно переживать все картинки и работать на сжатии картинок. То есть, вот эти все изображения over 100 килобайт, их нужно все пережимать по возможности. Соответственно, мы берем вот так вот все фильтры и выбираем все изображения. И, конечно же, вот экспортируем. И здесь мы делаем там large images, например. На каких страницах есть эти изображения? Как это? Надо же, ты не можешь сохранить. Ну, тогда давайте действительно в CSV. О'кей. Бестеринка интереса, что таким большим стал. На удивление, он очень мал. Если у вас Excel ругается, сохраняйтесь в CSV. CSV можно открыть всегда тем же Excel. Это не представляет никаких проблем. Вот. Canonical. Можно посмотреть сразу соответствие страничек Canonical на вашем сайте. То есть, допустим, какие странички у вас являются каноничными, какие non-canonical. То есть, в этом плане вы можете легко отфильтровать здесь. Contents canonical, self-referencing, которая сама на себя ссылается в canonicalе. Либо те, которые ссылаются на что-то другое. Так. Screaming Frog работает немножко очень-очень тяжело, но это мелочи. Итак, покажу, как подключаются API. Это делается довольно просто. Для этого вам нужно сначала в браузере открыть тот аккаунт, на котором у вас подключены вебмастера Google и, соответственно, Google Аналитиков. Мы сейчас это сделаем для нашего вебмастера и настроим. Первоначально мы подключаем, конечно же. Да, учтите, нужно делать это при новом сканировании. И, конечно же, нужно подключить API сначала. То есть, я начал сканирование, остановил его и подключаю API Аксесс. Давайте Google Аналитики. Вот. У меня моя задача нажать здесь Connect. Я уже здесь подключал логин. Выбираем наш профиль. Сегмент, который нас оценивает за органический трафик. И учитываем его. Теперь подключаем, соответственно, API непосредственно Search Console. И мы здесь вот мы его сейчас ради интереса удалим и создадим новый аккаунт. Открывается вот точно так же. Просто через токен вы разрешаете. И здесь вы выбираете тот сайт, который вам нужен. Нам нужен, конечно же, наш SEO Quick. Вот у нас их два. Вот здесь мы видим наш SEO Quick. И вот мы его подключили. И здесь, конечно же, мы можем, как говорится, сдать все данные по API наши. То есть, и запустить сканирование. Наша задача восстановить сканирование и пускай оно пока идет. Вот он сейчас просканет все данные по API и займется дальше краулингом. Собственно, API упрощает множество других задач и, соответственно, позволяет настроить сканирование других элементов. Итак, для того, чтобы добавить все настройки, я заново сбросил все и решил показать. Google Analytics добавляется у нас. Если вы нажимаете, у вас открыта overview левая панель, при нажатии клавочку API, здесь они все и подключаются. Здесь подключается, в частности, Google Search Console. Здесь же подключается и Google Analytics. Сказал, правда, наоборот. Но неважно, вы, в принципе, понимаете, о чем идет речь. И здесь же подключается PageSpeed. PageSpeed подключается при добавлении специального API. И, конечно же, я его сейчас добавлю. Итак, я добавил все, как говорится, настройки и запустил сканирование. Именно после этого все данные будут собираться для сайта полноценно, для каждой найденной страницы и для каждого найденного URL. Конечно же, я могу теперь сразу смотреть страницы своего сайта. Это мы сейчас смотрим внешние ссылки. Нас, конечно же, интересуют исключительно внутренние ссылки. И мы можем смотреть много информации относительно снятой информации по конкретной странице. Мы можем смотреть и информацию по снипетам, и информацию по дупликатам. Она информация потом станет доступна. И коротко я расскажу про левую панель, про которую мало кто знает. Левая панель позволяет сразу выделить ключевые ошибки, пока ведется сканирование. Как мы видим, вот идет максимум сканирование. Можно по API даже смотреть прогресс. Можно смотреть по времени ответа, какие страницы, сколько времени открывается, секунд. Можно процент увидеть, какое количество страниц долгие, какие быстрые. Можно припострять сразу те страницы, которые были долгими. В этот момент, что, конечно, пока это выделить неудобно. Ладно, едем дальше. Здесь видно, сколько у нас HTML-страниц на сайте. Как я и говорил, вот здесь можно смотреть внутренние, это внешние, найдены ссылки. То есть это внутренние HTML-документы, это исходящие внешние HTML-документы. Здесь находятся CSS-ки, изображения и остальной контент. Unknown – это в основном некоторые JavaScript-ы, ну и потом, как покажется, потом MP3. External – это все исходящие. Ссылки, документы, скрипты. То есть можно увидеть даже скрипт, который исходящий, исходит из вашего сайта. Можно сторонние скрипты таким образом отловить. Если вы видите что-то необычное, понятно. Это шаг к удалению. Соответственно, мы смотрим по поводу кодов ответа. Коды ответа мы все знаем. Двухсотый – это хорошо. Нулевой – это значит под вопросом, значит, заблокирован роботцем. То есть он попросту не снимался информацией. Треста первый редирект, четыреста четвертый – битый. Соответственно, внешняя ссылка, которую нужно удалять. Вся информация, соответственно, доступна. По поводу ошибок URL, здесь все понятно. У URL бывают там без ASCII, без нижнего подчеркивания, то есть параметры, и слишком длинные. Соответственно, информация по тайтлам, сразу технический аудит. Вы видите все тайтлы, страницы, на которых тайтл отсутствует, дубли, конечно же, длинные тайтлы, слишком короткие тайтлы, тайтлы, которые больше определенной длины и меньше определенной длины, и те тайтлы, которые четко надо поправить, потому что у них совпадает страничка с H1. С description аналогично. Все пропущенные дубли, длинные, короткие, больше определенной длины в пикселях, меньше определенной длины в пикселях, и когда два description обстроено в одно поле. Мета-ключевые слова пропустим. В H1 существуют ключевые ошибки. Отсутствующий H1, дубли H1, слишком длинный H1, повтор H1, соответственно. С H2 аналогичная ситуация. С изображениями ключевая ошибка, это больше 100 килобайт изображения, с отсутствующим альт-текстом, и, конечно, альт-текст слишком длинный. У canonicalа существуют ошибки. Странички, которые содержат canonical, те, которые ссылаются сами на себя, те странички, на которые идет канонизация, отсутствующие стратег canonical, или неиндексируемый canonical. С погенацией. Все страницы, содержащие погенацию. Страницы first page погенаций, соответственно. Погенированные страницы, и погенированные страницы, которые не содержат анкорный тег. И не 200-е странички погенации, не перелинкованные погенации, неиндексируемые, множественные погенации, и проблемы в погенации, либо проблемы с последовательностью. Итак, едем дальше и смотрим, что еще есть. Есть так называемые директивы. Индекс, no index, follow, no follow, неархив, no snippet, max snippet, max image preview. То есть все теги, которые он распознает, они прописаны. Единственный момент, чтобы мы не заметили спонсоры, и user generated content в этом апдейте. Хрифланги. Где есть хрифланг? Содержат не 200-е фрикланг страницы, не слинкованные хрифланги, то есть отсутствующие возвратные ссылки и тому подобное. То есть большинство ошибок можно выловить сразу же и на месте. Аякс с хэш-фрагментами, без хэш-фрагмента. Ну, у нас его нет. AMP, ошибки AMP, неиндексируемые AMP и тому подобное. Структурированные даты. Сразу можно увидеть микроразметку. То есть можно там содержать микроразметку, то есть не содержать. Ну, у нас на данный момент оно ее не подтягивает, потому что идет сканирование. Сайтмэпы аналогично. Сайтмэпы точно так же подтягиваются из вебмастера, когда сканирование будет завершено. Пейдж спид. Вот сразу информацию можно посмотреть по пейдж спиду. Все страницы с ошибками конкретной пейдж спида можно попросту открыть и посмотреть. То есть сразу страницы, на которых нужно исправить какую ошибку. Это просто идеально сделано для веб-разработчиков. Вся информация по пейдж спид попросту доступна для просканированного ресурса. То есть на самом деле это очень круто. Можно посмотреть все ошибки. То есть и вот можно увидеть, какой тип ошибки у каждой страницы. Вот вы можете нажать на эту ошибку и, конечно же, на нее посмотреть. То есть вот она конкретная информация есть. Теперь, наконец-то, пейдж спид в Screaming Frog доступен для любого веб-разработчика. Прилодки, реквест, сейвинки. Все это прописано, вся информация. Ну и, конечно же, можно посмотреть, например, где нужно уменьшить себя в Screen Images, то есть и тому подобное. И вся информация с Пейдж Спида теперь доступна просто в Screaming Frog для всех страниц сайта. Аналитика, всю информацию, то есть страницы, у которых показатель отказов слишком, слишком, как говорится, более, то есть высокий, чем нужно. Сразу можно взять эти страницы и заняться, как говорится, их написанием, переписыванием, исправлением контента и тому подобного. То есть можно увидеть сразу странички, которые, мягко говоря, проседают. Информация, странички без Google Analytics Data, то есть неиндексируемые странички в Google Analytics, соответственно. И там сессии больше нуля, а ниже нуля, то есть это те странички, в которых не было сессий за какой-то период времени. Смотрим дальше. Здесь мы видим Security, HTTP странички, HTTPS странички, ошибка Mixed Content, Mixed Content, это когда на страничке содержится HTTP, HTTPS, вот, и там Unsafe Cross Origin Links есть странички даже с такой ошибочкой. Это для меня новое, надо будет над этим поработать. Вот, да, заодно запустил сканирование. Ну, информация по контенту. Вся информация, допустим, можно увидеть сразу страницы слишком коротким контентом, Low Content Pages. Вот, пожалуй, со странички, на которых контента маловато. По мнению Google, нужно действительно контент на этих страницах расширить. Вот, и, допустим, Spelling Errors, Grammar Errors, здесь оно еще не подтянуло, но словари подгружаются, настраиваются вот непосредственно в Configuration, в Content, вот, настраивается Spelling Grammar, здесь настраиваются словари. Вот, можно здесь сделать, когда закончится сканирование, запустить проверку словарей. То есть, вот мы сейчас вот так вот возьмем, сделаем, паузу нажмем, и, конечно же, вот сейчас, вот, Duplicates, сделаем проверку на дубли, и сделаем проверку на, так, здесь, ок, area, и здесь сделаем проверку с Паринг и Граммар, делаем, Russian, конечно же, нас интересует, enable spellcheck, grammar rules, Russian, мы все, а, вот, enable, это они у нас все, ignore, это слова, которые мы хотим игнорировать, и запустим, давай, продолжай, работай, и так, Screaming Frog на самом деле, это мощный инструмент в руках SEOшника, он позволяет выловить огромное количество страниц, которые можно, если можно искать, можно поработать, работать над ними, изучать ошибки, проверять, непосредственно, постоянно анализировать свой сайт, сказать, что я сделал сайт, и больше у него не нужно, представлять, никакие ошибки, это все вранье, если вы хотите просканировать свой сайт, используйте Screaming Frog, если вы хотите, чтобы мы глубоко просканировали ваш сайт, напишите мне, вот, я оставлю ссылочку на отправку с запросом на технический аудит, в закрепленном комментарии, под этим видео, мы просканируем ваш сайт, выловим все глубокие ошибки, если у вас нет Screaming Frog, вы его не настраивали, либо вам незачем его покупать, покупать на него API, покупать на него там еще любую другую информацию, просто закажите у нас технический аудит, мы соберем вам детальную информацию, распишем четкие ТЗ, и, конечно же, предоставим вашему веб-разработчику, а так, если вы веб-разработчик, я рекомендую вам купить Screaming Frog, купить к нему API, и проверять сайты, которые вы создаете, ну, и, конечно же, вы должны понимать, что некоторые сайты могут оказаться слишком тяжелыми, и поэтому я рекомендую вам не сканировать по принципу Паука, а сканировать постранично, через загрузку списка страниц. На этом все, я всех рад был вас видеть, что вы посмотрели это видео, задавайте вопросы в комментариях, я отвечу на все вопросы в комментариях, также обязательно делитесь этим видео, я буду только этому рад, ну, и, конечно же, не забывайте заходить к нам на вебинары, и слушать мои подкасты, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok